Всем привет, друзья! Компания Xiaomi на днях представила свой новый офигенский флагман Mi 9. Причем появилась уже и китайская, и глобальная версия. Это значит, совсем скоро, уже весной, его можно будет купить у нас в России. Там очень много крутых ништяков. Это Snapdragon 855, сканер отпечатков пальцев в экране, беспроводная зарядка на 20 Вт. Давайте обо всем поподробнее. Погнали! Давайте начнем с внешнего вида. Все-таки основные акценты, которые сделала компания Xiaomi при проектировании смартфона, это дизайн и камеры. Сразу бросается в глаза то, что убрали здоровенную челку. Теперь современный, аккуратный, каплевидный вырез. Пришлось пожертвовать 3D-сканером лица, и сейчас распознавание осуществляется с помощью обычной фронталки. Что немаловажно, узкий нижний отступ, значительно меньше такового на Mi 8. Телефон стал тоньше и удобнее лежит в руке за счет больших скруглений на задней крышке. На левом торце появилась дополнительная кнопка для вызова голосового помощника от Google. Материалы корпуса само собой стекло и металл. Экран покрывает Gorilla Glass 6. Всего есть три цвета – черный, синий и фиолетовый. Все это, естественно, красиво переливается на свету. Дисплей Super AMOLED Samsung. 6,4 дюйма, Full HD+, разрешение, яркость 600 нит. Конечно, это не 800, как на Galaxy S10, но вполне достаточно, чтобы не было никаких проблем даже на ярком солнце. Также можно отметить, что при базовых настройках цветов дисплей более холодный, чем на новом Samsung. Появился сканер отпечатка под экраном. Хоть и оптический, а не ультразвуковой, но достаточно быстрый и близок по скорости к обычным сканерам. Радует то, что доработали стереозвук. Теперь полноценные два динамика. Они выдают громкий и чистый звук, но расположены оба внизу корпуса, поэтому несколько не хватает объемного звучания. Сверху оставили инфракрасный порт для управления техникой, и это здорово. Производительность Xiaomi Mi 9 одним из первых наряду с Lenovo Z5 Pro GT и Galaxy S10 получил самый производительный чипсет начала 2019 года. Это Snapdragon 855. В Antutu набирает 374 тысячи баллов. Такой производительности вам, несомненно, хватит на несколько лет вперед. Что касается памяти, то есть две версии 6.128 и 8.128. Первая стоит около 35 тысяч рублей, вторая уже ближе к 40. Камера. В соответствии с последними трендами, с Xiaomi Mi 9, конечно же, получил тройную заднюю камеру. Основной модуль Sony IMX586 на 48 мегапикселей, диафрагма 1.75. Второй модуль с двукратным оптическим зумом, ну и третий широкоугольный на 16 мегапикселей с углом 117 градусов для создания классных панорамных снимков. DXOMark дает 107 баллов, всего на 2 балла меньше, чем у Huawei Mate 20 Pro и Samsung Galaxy S10+. Сразу хочется отметить то, что убрали оптическую стабилизацию. Это, конечно, повышает риск получения смазанных фото в темное время суток. Днем, в принципе, проблем никаких нет. Смартфоны уже давно научились хорошо снимать в светлое время. Что касается видеосъемки, то здесь можно отметить очень хорошую работу электронной стабилизации. А также, наконец-то, мы дождались возможности записи 4К в 60 фпс. Браво! Еще есть поддержка slow motion, как на Samsung, 960 фпс. Автономность. По этой части есть и хорошая, и плохая новость. Плохая заключается в том, что смартфон комплектуется аккумулятором всего на 3300 мАч. Этого сегодня уже не хватает на полный день, только лишь до 7-8 вечера при активном использовании. Хотелось бы видеть 4000, например, как на Honor View 20. Ну а хорошая новость в том, что есть поддержка сверхбыстрой беспроводной зарядки мощностью 20 Вт. Xiaomi под это дело выпустила специальный зарядник Mi Wireless Charger в виде круглого блина. Система охлаждения здесь имеется, но вентилятор бесшумный, практически не издает никаких звуков, поэтому ночью беспокоить вас не должен. Естественно, есть и быстрая зарядка по проводу Quick Charge 4.0, но для этого нужно докупить отдельный адаптер, и тогда зарядить Mi 9 можно будет всего за час. В комплекте идет только 3.0 зарядник. Ну что, друзья, вот такой вот получился смартфон. В целом, впечатление, конечно, положительное. Это очень крутой аппарат, причем он один из самых дешевых со Snapdragon 855. Ну пока там не вышел Redmi какой-то на 855 Snapdragon или Pocophone F2, ну и так далее. Вот, но в принципе, я бы его себе, конечно же, не купил по той простой причине, что там маленький аккумулятор, все-таки на 3300 мАч. Я сейчас вот хожу с Huawei P Smart примерно с таким же аккумулятором, и, конечно, даже он потребляет, причем, меньше, в принципе, энергии, даже чем Mi 9, но заряд просто тает на глазах. Вот, я бы по этой причине себе не стал брать этот телефон. Но, в принципе, он, конечно, офигенный. Вот, пишите в комментариях, что думаете вы по поводу этого смартфона. Ну а с вами был Future Time. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok